Коллеги, добрый вечер. В остале завершился матч между командами Борис и СК. Мы начинаем пресс-конференцию с участием главных тренеров. Первый на ваш вопрос ответит наставленных гостей Роман Ротенберг. Роман Борисович, пожалуйста, ваш комментарий. Добрый вечер. Понимали, что нам будет непросто. Ребята молодцы. Всю игру старались забить. Супер соперников здорово огол в обороне. Они дали нам создать новые голливых моментов. То, что мы создали, там у них отлично сыграл вратарь. Здорово забили в концовке. Без вратаря. Реализовали 6 на 5. В овертайме были моменты. Могли забить. Здорово сыграл вратарь у соперника. Будь на булитах. Тоже было непросто. Вытащили на характере. Привез силу воли, силу духа. Очень важный раз победа. Важные два очка. И летим с хорошим настроением домой. Спасибо. Спасибо, коллеги в зале. Пожалуйста, ваши вопросы. Добрый вечер. Победа вас. Вы уже прокомментировали то, что сегодня соперник играл хорошо в обороне. Но в прошлой матче у вас выгляделся крайне результативным. А сегодня же можно подробнее узнать, в чем был силен Борис? То, что моменты остались нереализованными. В Казахстане хоккей развивается. Команда сильная. Без нескольких внимания хоккея уделяет лично Асахару Зупаевичу маме здесь. Поэтому здесь отличная команда. Нам было не просто, они здорово играли. И у нас, в принципе, все игры кость-кости на Кубке первого канала с сборной Казахстана. Кость-кость была игра. Сильный соперник. Тут все. Можно только поблагодарить соперника. Такую игру. Это тоже для нас хороший урок. Будущие игры. И мы будем стараться в следующей игре больше забивать. Но здесь только нужно. Должное сопернику. Мы на фоне усталости, да, не смогли сами интервизовать сегодня. Но это опять-таки заслуга соперника. Спасибо. Наверное, нельзя не спросить про переезд на новую арену. Какие настроения у команды готовятся? Ну, благодаря этой победе. Это будет отличное настроение. Для нас новый вызов. Все билеты проданы. Мы сейчас полетим домой. У нас будет возможность сутки на восстановление. Потом апатриаруемся. Ну, конечно, для нас новый вызов. Улучшаемый в мире. Для каждого игрока. Для каждого тренера. Для каждого болельщика. Это мечта быть на такой арене. Смотреть хоккей. Не надо никуда лететь. Не в Детройт, не в Нью-Йорк, не в Эдмонт. Дома у себя, в городе, в Санкт-Петербурге будет лучшее на мире. И мы ждем всех там. Будем стараться выходить на новый уровень. И, конечно, ждем наших болельщиков. Приглашаем всех на наши игры. И летайте все в Питер. Вас тоже всех приглашаем в Санкт-Петербург на наши матчи. Так, вы знаете, я со временем летал. Я был болельщиком Барселоны футбольной в Испании. Я сюда летал и летал в Испанию. И там это как достопримечательность города. Все ходят на Кэмп-Ноу. Показывают стадион. Я думаю, что наша задача, чтобы так все приедали в Санкт-Петербург. Тур-поездку и обязательно посещение СК-Арена. И Эрмитаж и СК-Арена нужно обязательно посетить. Мы ничем не хуже, мы даже лучше, чем на Кэмп-Ноу. Это будет точно. Атмосфера будет точно лучше. Что это? Хоккей. Спасибо. Хоккей интереснее футбола. Можно еще спросить про роль Корешкова в тренерском штабе СК? У нас все трейеры работают в едином целом. Личный вклад каждого в коллективный труд. Евгений Геннадьевич, он делает огромную работу, как и все наши. Константин Виталий, Шабранов. Как и Альберт Викторович Глещев. И как и Сергей Александрович Зубов. И все остальные. У нас сильный трейский штаб. Мы вместе работаем. Я очень благодарен каждому. И это заслуга каждого трейера с сегодняшней победы. И работаем дальше в унисон. В унисон работаем все вместе. Спасибо. Проверили в зум. Будут ли вопросы в зуме. Вопросов есть. Спасибо вам за кончение. Удачи вам. Спасибо огромное. До новых встреч. Спасибо. Коллеги с нами, исполняющие обязанности глава тренера Барыса. Олег Балякин. Олег Владимирович, пожалуйста, ваш кавиталий по игре. Хорошая игра была. Я думаю, что она такая. По накалу очень приличная была. Парни выполняют все то, что от них требуется. Но нам не хватает полшага для побед. Все. Парни делают правильно. Работают правильно. Самодача сумасшедшая. Все стараются добыть эту победу. Но немножко, я говорю, чуть-чуть не хватает мастерства. Немного недотерпели в концовке. А так, я ребят поблагодарил. Если парни будут с такой самодачей, с выполнением задания играть, я думаю, победы все равно придут. Спасибо коллеги в зале. Пожалуйста, ваши вопросы. Добрый вечер. У команды сегодня тысячная мать. Как-то по-особенному мы их готовили к этой встрече? Да нет, мы готовили их к серьезному сопернику. Указали, что приедет раненый зритель, который сыграл в Омске. Они там достаточно много прокурортили. Поэтому мотивировать их не надо было, я думаю, в СК. У них мастера это очень сильная команда. Потому что у них цели и задачи немножко другие, чем у нас. Но сказали ребятам, что давайте хорошо отиграем. Поэтому покажите. Достаточно хороший хоккей для болельщиков. В четвертом зене вы упустили наших казахстанских молодых игроков. Что скажете по их игре? Я уже на прошлой пресс-конференции говорил, что от игре к игре эти парни будут приглавлять. Мы даем им сейчас достаточно игрового времени. И, в принципе, парни достаточно неплохо своей энергией, самоотдачей. Но дают ту энергию команде, которая от них требуется. Спасибо. Николай Владимирович, наверное, надо уточнить статус. Протравмированный у Лабаи Червей нет. Когда нам будет ждать? Ну, Лабаи на лёд вышел. Надеюсь, если завтра выйдем, мы списка травмированы. Ну, наверное, может быть, со Спартакова уходят. Если нет, значит, с командой поездки поедут. И у Червейна там тоже повреждения. Я думаю, надеемся, что Червейна уже тоже в поездке приступит и будет уже помогать травмам. Спасибо. Проверим зум. Олег Владимирович, вопрос. СКА поменяли вратаря на буллитах. Почему вы решили тоже не сделать этого? Поскольку у Эдди, наверное, очень большая нагрузка в игре была. Ну, Александр Николаевич Шевин сказал, что мы с этой ни одной серии буллитны не проиграли. Поэтому мы почитали нужным, что он должен до конца доиграть. Ну, в принципе, произошло так, произошло. Но тоже Андрей стоит, когда он такой холодный. Но они сделали так, мы сделали их по-другому. Поэтому, к сожалению, мы достаточно много забили, но соперник забил на одну шайбу больше. Спасибо. Мы закончили. До свидания.